Проезд оплачен. СМС-ка сейчас теперь прилетит. Еще раз, пожалуйста, покажите. Еще раз? Да. То есть я могу воспользоваться не только карточкой, каким-то странным устройством, потому что карточки сейчас могут быть в часах и в телефоне. По первому, что проходит по всему, что есть совместимо с мастер-кардом, и вот, соответственно, прилетела СМС-ка. Деньги бывают, настоящие боевые транзакции. Да. Возникает вопрос, как... МФС? Все проходит? Как заказывали? Как замовел? Есть карточка, допустим, у кого нет денег, вот заблокированная карта, да, в то же время. Проезд не оплачен. Соответственно, вот эти два сценария, сейчас мы покажем вам вопрос, возникает, как это дело контролировать, да, потому что трамвай, человек зашел. Контролеры будут оборудованы подобными посттерминалами, да, которые похожи на те, которые вы видите в магазинах, да. И вот контроль проезда. Вот это хороший, да? Есть машон, вот он сейчас обращается. Первый раз это немножко медленно поднимается связь. Все. Ну вот по этой карточке за четырех пассажиров я уже оплатил. Вот. То есть, я отвечаю на вопрос, можно ли будет одной карточкой и Льва Вернина платить несколько поездок. Да, подряд заходите, оплачиваете. Вот. Я был очень швейтенком. Вот. Проезд не сплачен на поцикарте. Я думаю, что нам... И сейчас вот для контролера чек, что с ним сделать с этим пассажиром. Это великая промоційная кампания, чтобы мы готували людей до электронного квитка. Мы начнем это с электротранспорта, потом плавно будем переходить на весь транспорт нашего города. Но нужно очень много времени потратить, чтобы их научить. Потому что с первого раза, это может быть много, много затруднений. Я бы добавил, что вы тоже рассчитываете, попробуем. Все прошло, да. Тут удобство в чем? Мы много про это рассказываем. Для Львова очень важен вопрос туризма. Мы только с господином мэром общались. И уже приходит просто на какие-то мечтательные цифры. Я бы это так назвал. Количество туристов, которые у нас в Львове. Для туриста очень важен этот инструмент городского транспорта. Когда мы все за границей, вы знаете, как сложно поделиться в метро. Эти поездки, эти автоматы. Это все достаточно сложно. Много людей не ездят в транспорте вообще, там, за границей. Потому что это сложно. В Киевском метро граждане 23 стран проехались. Потому что это просто. Ты приходишь, приходишь карточку и пошел дальше. Это очень важно, в том числе для восприятия простоты туристов. Как они будут пользоваться этим, город становится все более доступным. Казалось бы, такая незначительная инновация. Но когда это будет в каждом трамвае, в каждом троллейбусе, то для туристов, ну и жителей, конечно, города, это будет действительно намного упрощать оплату проектов.